Я уже не раз помогал вам, верно? Да, но сейчас дело не в числах. Всё вокруг числа. Чарльз, ты хочешь сказать, что можешь узнать, где живёт убийца? Да. Путешествие человека по жизни подобно полёту камня над водой. Пусть он коснулся воды на доли секунды, круги всё равно идут. Изучая эти круги, мы можем определить путь камня. А если добавить немного математики и много удачи, нам удастся определить, где камень начал свой путь. Надеюсь, мы сумеем понять твои аналогии. Я тоже надеюсь. Сферическая астрономия. Измерив длину тени относительно длины кирпича, добавив фактор времени, когда были сделаны эти снимки, мы получим уравнение, по которому сможем определить положение Солнца на оси координат. А затем, путём математического наложения двух изображений, я смогу рассчитать, на какой широте и долготе находится предмет с точностью до 100%. Гейзенберговский принцип неопределённости. Гейзенберг заметил, что наблюдение влияет на предмет наблюдения. Другими словами, когда вы смотрите на что-то, вы изменяете это. Любой физический акт наблюдения требует взаимодействия с какой-то формой энергии. И это меняет природу электрона. Путь его следования. Я сложил лист два раза. Теперь он в четыре раза толще, чем раньше. Если сложить его 50 раз, как вы думаете, какой высоты будет результат? Пара флотов не меньше. Нет, я бы сказала высотой с дом. Он бы достал до Солнца. Круто. Это геометрическая прогрессия. В новые телефоны встроен этот крошечный чип, чтобы тебя в любой момент могли найти и спасти. По сути, свой мобильник — это радио. Во включённом состоянии он посылает сигналы на радиовышки. В то же время чипы GPS принимают сигналы из космоса. Если и конкретней, то с трёх геостационарных спутников. Используя геометрический метод трёхмерной трилатерации, чипы GPS используют сигналы со спутников, чтобы вычислить своё точное расположение на Земле. А вы кто? О, простите, конечно. Я Флойд Мэйборн из 44-го отдела. 44-го? Это в Пентагоне. Колби? Мою бабулю также звали. Поехали. Я могу вам помочь? Конечно. У вас нет фонарика. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Более сложные методы. Предположим, ты взбираешься на курс, ревнуясь с другим скалолазом. Первое движение должно быть совместным. Затем ты просто повторяешь действия соперника. Если он агрессивен, ты тоже агрессивен. Если он взаимодействует, ты тоже. Ты уверен насчет теории ока за око? Команда годами пытается противостоять этой стратегии, даже мошенничая. Тем не менее, она остается лучшей стратегией достижения оптимальных результатов. Я думаю, это клише. По-моему, все ученые немного сумасшедшие. Ты что, рехнулся? Поэтому я использовал многомерную функцию Лапласа и Матрица. Я бы сделал то же самое. Ну, конечно. Любой источник энергии излучает радиацию. Мобильники, мониторы, даже лампочки. Верно, но ионизирующее излучение особенно опасно тем, что оно способно буквально вышибить электрон из атома. И самое страшное, если это происходит в человеческом теле. То есть рак. Рак, лейкемия, целый ряд болезней иммунной недостаточно. Вам известно, что когда машина входит в поворот, ее колеса вращаются с разной скоростью. Из-за центробежной силы. Как на карусели. Лошадка с внешней стороны проделывает более длинный круг, поэтому ей нужно двигаться быстрее. То же самое с колесами машины. Внешне колеса должны преодолеть больше путь, поэтому, чтобы не отстать от внутренних, они должны вращаться быстрее. И тут до меня дошло. Это же укороченная циклоида. Укороченная циклоида? Подумать только. И как это мы не догадались? Подлинный рисунок или подпись отличаются более гладкими линиями, чем подделка. Расписываясь, я довольно быстро перемещаю ручку. Но если кто-то захочет подделать мою подпись, ему придется имитировать мои движения. Мошеннику это непривычно, его рука движется медленнее. Чем медленнее движется ручка, тем дольше контакт с бумагой, тем дольше чернила впитываются в бумагу, что обеспечивает извилистость или морщинистость линии. Фрактальный анализ помогает определить эту морщинистость и выявить подделку. Мило, очень. Джеймс Бонд. Нет. Именно нет. Мне тоже так показалось. Грозовая туча состоит из частичек воды, которые трутся друг от друга, создавая разряд. В верхней части тучи образуются протоны, в нижней части образуются электроны. У электронов заряд отрицательный, поэтому под тучей образуется положительный заряд. В какой-то момент противоположные заряды, образовавшиеся на земле и внутри тучи, сталкиваются и... Бабах! Молния! Все продумали. Только один способ узнать. Кто следующий? Книга — это комплексная система, состоящая из слов и букв, однако сравнивать эти слова и буквы бессмысленно. Необходимо рассмотреть более значительные последовательности, предложения, параграфы, страницы. Принцип метрического подобия позволяет сравнить две системы и разоблачить плагиат. Европейцы долгое время считали, что все лебеди белые. До тех пор, пока в известном им мире обитали лишь белые лебеди, это мнение считалось истинным. Однако с открытием Австралии стало известно о существовании черного лебедя. Представление европейцев о мире и лебедях изменилось. Основываясь на предшествующем опыте, мы пытаемся выявить причинно-следственную связь между событиями, но Талеб утверждает, что предсказать крупные события невозможно, потому что они никогда раньше не происходили. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Просто кивай головой и жди наводки.